Привет друзья! Сегодня 23 мая 2023 года и я хочу поднять опять тему про голубую ель из-за того, что очень много комментариев в предыдущем видео, в котором я подробно описывал весь процесс пишут про то люди, что у меня была не голубая ель или она была не сортовая и тому подобное поэтому в этом году в апреле я взял сортовые ели вот черенки сортовых елей вот таких вот таких в начале апреля я их зачеренковал весь процесс черенкования придут был предыдущим видео и поэтому сейчас мы посмотрим если корни я знаю что у некоторых есть точно у остальных сейчас проверим достаем из моего мини теплички зачеренкованной елки гг глаука глобозы бд блюд даймонд так начнем с этих маленьких глаука глобоза у нее практически нельзя было нормальной черенки срезать поэтому здесь у меня и с пяткой и без пятки в общем как получилось корней нет корней нет корней нет видимых корней нет тоже тоже нет нет это черенок загнил был без пятки я сейчас черенки которые без гнили промой воде посмотрю и на которых гнили нет у которых иголки свежие зеленые я поставлю на дальнейшее укоренение смотрим другие это у нас блюдо нам здесь черенки были покрупнее и у той этой мне кажется корни должны быть так нету 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 есть раз два три четыре пять шесть семь восемь девять из десяти черенков один у blue diamond укоренился остальные тоже черенки свежие поэтому будем ждать еще ну а этот укорененный пересаживаем в отдельную емкость и нас спрашивают какой грунт я использую что есть то и высаживаем ближе к осени я пересажу его в открытый грунт вот как как-то так как видите один у нас укоренился из десяти я считаю что это неплохой результат то есть десять процентов укоренилась прямо как справочники самое главное что у нас сейчас есть елка которая зачеренкована вот это вот а съемки которая зачеренковалась уже проще получить черенкованную елку кому непонятен смысл еще раз повторю значит если мы получили с помощью черенка растения то это растение с большей вероятностью зачеренкуется черенки без пятки не было возможности сорвать пятки загнивают но у меня загнивают вот и вот плесень видно я их выкидываю сразу здесь тоже выкидываем здесь ничего не будет остальные тоже вот черенок без пятки тоже на нем плесень здесь тоже вот плесень маленький кусочек видно но поэтому черенки без пяток нам точно не подходит остальные пока оставляем они более менее нормальные убираем их тепличку и ждем еще месяц надеюсь что и главка глобоза который черенки были вообще посмотрите какие они коротенькие нельзя было сорвать крупней черенок тоже возможно дадут корни так что соблюдая правильные сроки для черенкования голубой ели это средней полосе начала апреля можно получить укорененный черенок даже сортовой голубой елки 26 августа 2023 года это та елка которую я пересадил в мае смотрим корни вот такой супер корень 21 вырос в мае месяце сейчас я высажу в открытий грунт а эту коробку я держал дальше в надежде что здесь что-нибудь получится но из этого точно ничего не получилось черный потемневший вот этим еще разберем посмотрим застаем аккуратно и смотрим корни еще одна в этой нету ну вот это не потеряно гнили нет чистый каус оставано это загнило и выкину это тоже не я тоже выкину возвращаю субстрат которому кренела свелка и км я уже ничем не накрывал два месяца только поливал ждем может быть даст корни помоем только для вас вот такой сбоку вырос корень сейчас эту елку пересажу такой же стакан как предыдущая грунт у меня состоит из двух частей огородной земли две части компоста компост я делаю измельченных веток и одна часть торфа на 10 литров я добавляю спичный коробок микрофоски с формулой 16 16 16 аккуратненько чтобы не поломать корень засыпаю и вот эту елку я оставлю горшки зимовать ничего с ней не будет поливаю главное чтобы стояла ветка строго вертикально поскольку как мы помним хвойные у нас имеют аппекальная то есть макушечное доминирование б.д. это сорт блю диамонт голубой бриллиант ну все в этом сезоне поиграл немножко и укоренил еще две елочки спасибо всем кто смотрел подписывайтесь на канал впереди еще много интересного пояс до сих пор до сих пор